Депутат Законодательного собрания Края Виктор Чернявский с рабочим визитом побывал в Славянском районе. В ходе поездки Краевой парламентарий посетил социальные объекты, где планируется провести ремонтные работы, побывал на территории строящегося детского сада, а также провел встречу с педагогической общественностью района. Председатель Комитета Законодательного собрания Края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский принял участие в совещании руководителей образовательных организаций Славянского района. Речь шла о содержании образования, профориентационной работе со школьниками и патриотическом воспитании молодежи. Обращаясь к педагогам, Виктор Васильевич особо подчеркнул, что в работе с детьми важен не формальный подход и выполнение планов, а конечный результат обучения, который включает глубокие и качественные знания ребят, сформированную активную гражданскую позицию, понимание истории и культуры своей страны, воспитание чувства сопричастности к своему народу. Сейчас поднялась повестка исторического образования. Начиная от поднятия флага и вообще проговаривания тех или иных тем, мне бы хотелось, чтобы мы понимали, и, я не знаю, где-то, может быть, и лето, и грядущую осень посвятили, в общем-то, работе с учетами истории и замовым воспитанием работы. Что то, что мы сегодня делаем, это, собственно, ничего нового, это забытое старое, раз оно забытое, то мы забыли домой. Второе, значит, нужно серьезное внимание уделить на содержание образования. Это касается не только учителей истории. Чтобы мы программу развития образования не сводили только к освоению дели, а, конечно, смотрели на содержание, на КПД нашей работы. Потому что воспитание начается с каждого урока, с каждого занятия, с школьной среды и так далее. Также в ходе общения с педагогами Виктор Чернявский проинформировал земляков о деятельности Кубанского парламента 6-го созыва. А сделано было очень многое. Приняты законопроекты по поддержке многодетных и малообеспеченных семей. Решались вопросы ремонта и строительства важных социальных объектов. Исполнялись наказы избирателей. Как отметил Виктор Чернявский, в Славянском районе сложилась хорошая команда руководителей. Совместно с главой района Романом Синеговским, депутатами ЗСК, депутатом Государственной Думы Иваном Демченко удалось решить многие важные социальные вопросы. И такое плодотворное сотрудничество всех органов власти будет продолжено. Практически 60 объектов сегодня будут профинансированы в плане подготовки к новому учебному году за счет краевого бюджета. Здесь совместная работа администрации Славянского района, наша депутатская, включая депутатов ЗСК и депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко. Сегодня практически на 100 миллионов рублей у нас уже профинансированы выполнения наказов людей. 43 миллиона это образование и другие деньги это вопросы благоустройства, ЖКХ, дорог, ливневок и так далее. Сегодня строится благодаря участию района детский садик новый, это 400 миллионов вложений. В Петровской строится новый спортивный комплекс порядка 60 миллионов вложений. Сегодня у нас уже есть решение по проектированию клуба в Ханькове. Ведется работа по проработке проектирования системы очистки воды в Забойском. Есть договоренность по началу ремонта Забойской амбулатории, по приобретению техники экскаваторной в Петровскую администрацию, по проектированию реконструкции музыкальной школы. Очень важно своевременно и качественно провести работу по подбору подрядчиков, по выполнению работ. Об этом, но в части, конечно, образовательно, мы говорили тоже с руководителями. Это общая работа команды и я уверен, что уже к осени, до наступления непогоды, мы решим те вопросы, которые ставят перед нами жители района. Во встрече с педагогами принял участие депутат Совета Славянского городского поселения Денис Выпринцев. Он рассказал о своем видении проблем, которые необходимо решать. Это паводковые ситуации, дефицит кадров в образовании, здравоохранении и промышленности. В планах совместно с Виктором Васильевичем организовать подготовку кадров для производства на базе техникума, чтобы дети не стремились уезжать в большие города, оставались на малой родине, получали достойную работу, создавали семьи. Встреча с педагогами проходила в 12-й школе, рядом с которой строится новый детский садик. Депутат ЗСК Виктор Чернявский посетил строящийся объект, пообщался с подрядчиками. Садик в себя представляет, объект состоит из трех блоков, 320 мест рассчитан. Третий блок у нас будет включать в себя пищеблок благоустройства, 18 линевых навесов предусмотрено, пост охраны. Давайте вот сегодня по финансированию есть, все деньги в планах объема есть. Из краевого бюджета на объект выделено 394 миллиона рублей в рамках государственной программы Краснодарского края о развитии общественной инфраструктуры. После завершения строительства здесь планируется открытие 16 групп по 20 мест, в том числе две группы раннего возраста. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...